МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собрать человека по частям. Возможно ли это? Ну, разве что в фантастических романах. Так было до недавнего времени. Гонка медицинских достижений в разных странах мира рапортует об успешных уникальных операциях и научных экспериментах. И главная из них – пересадка чужого лица. Эта операция уже вызвала ряд этических скандалов. Лицо и личность. Совместимы ли? Впервые на российском телевидении эксклюзивные кадры. Жизнь под чужим лицом. Нам удалось снять двух пациентов, которым первым в мире полностью пересадили лицо. Вы только представьте, каково это. В душе вы прежний, но теперь вас видят чужого. Некоторые кадры фильма шокируют. Поэтому мы не рекомендуем смотреть его детям и особо впечатлительным взрослым. Это его первые дни новой жизни. После года, проведенного в госпитале университета в Анталии, он теперь учится жить по-новому. Без присмотра врачей, не скрываясь в больничной палате. Среди людей и того, что они называют нормальной жизнью. А для него все это в диковинку. Раньше от меня шарахались, а теперь вот даже внимания не обращают. Необычно. Туран Челакт немного скромничает. Его знает не только вся Турция, но и весь мир. Жизнь с чужим лицом. Это про него. Да, мне полностью пересадили лицо другого человека. Вот шрам идет сверху. Уши, подбородок. Вот только глаза еще не прижились. Я их закрываю темными очками. Обед в студенческой столовой. Мы думали, у Турана будет специальное меню. Но нет, он заказывает то же, что и мы. И это здорово, говорит он. Раньше я только пюре мог есть. А теперь я жую. И лицо шевелится. Тихий американский городок Спидвей, штат Индиана, был известен как мировая столица гонок. И в этом же городе живет человек, которого знает весь мир. Бывший американский солдат. Человек с чужим лицом. Сейчас еще небольшой штрих. Поправлю городу и буду готов. Новое лицо, новая жизнь. Переоплощение солдата Мич Хантера. Когда вы смотрите на себя в зеркало, кого вы видите? Я вижу себя. Сначала на меня смотрел чужой человек, но теперь все больше проступают мои черты. Не знаю, или я привыкаю, или уже считаю их своими. Живой эксперимент. Два человека в мире живут под чужим, нет ни именем, лицом. Им единственным в мире сделали полную пересадку лица. Трудность эксперимента. Они впервые рассказывают, каково это – жить с чужим лицом. Апрель 2012 года. По коридору больницы идет тот самый Туран Челак. Да-да, это именно он. Сейчас он стал вот таким. А до этого он выглядел вот так. И это кадры его интервью перед операцией. Он рассказывает, почему решился на такой шаг. Да, от меня дети шарахаются. Я же урод. Они мне так и кричат вслед. Я всю жизнь скрывался. Закрывал лицо шарфами. Я знаю, врачи сказали, риск велик, я могу умереть. Но лучше умереть, чем так жить, как сейчас. Это была детская травма, рассказывает Туран. Когда ему было три года, он играл и случайно упал на печку. Выгорело все лицо. После он перенес свыше 40 операций. И вы видите тот максимальный результат, который удалось достичь. Пластические хирурги оказались бессильны. Чтобы попасть к нему на прием, нужно записаться за полгода. Он самый известный хирург в Турции. Умер Ускан. Итак, с какими проблемами вы ко мне пришли? Именно он делал операцию Турану. Нам очень повезло. Он принимает нас у себя в офисе. Согласился рассказать об операции. Ведь до этого отказывался. Боялся сглазить. Только теперь, год спустя, я могу сказать, операция прошла успешно. Лицо прижилось. Это большой прорыв для турецкой медицины. Наша четвертая подобная операция. Но первая, когда мы пересадили полностью лицо. Дома у компьютера, разглядывая фотографии, Мич Хантер рассказывает свою историю. Веселый, беззаботный военный, краса и гордость всей семьи вдруг стал вот таким. Это случилось в 2001-м. В результате ата-катастрофы. Я успел вытащить женщину из машины и голыми руками выхватить этот провод. Напряжение было 10 тысяч вольт. Мне как будто пилой отрезало ногу. Теперь у меня протез. Рука. Прямо видно, как он шел. Вот здесь, предплечье. И лицо. Оно как будто отделилось от меня. Как будто сняли маску. Дальше я потерял сознание. Несколько десятков операций и пожизненное звание. Урод. Пластиковый нос, который все время выпадал. Протезы и полная беспомощность. Если друзья его называли в шутку не иначе, как Фредди Крюгер. Я не могу вернуться, если никто не помнит меня. Я не могу вернуться, если никто не боится меня. Дети его боялись за версту. Родители этим пользовались. Непослушных пугали приходом Митча. Когда я шел в магазин, мой путь был здесь, через детскую площадку. Другого нет. Так все дети замолкали и прятались за родителей. У моего брата, друзей, есть дети. Но они меня боялись. Я не мог к ним приходить. Обидно было осознавать. Вроде герой спас жизнь женщине. Но вместо награды общество отвергло его. Митч вспоминает, когда он впервые после операции увидел себя в зеркало. У него было только одно желание – покончить с собой. Сейчас я это вспоминаю и думаю, каким глупым был. Надо всегда верить, всегда надеяться. Судьба может дать тебе шанс. И судьба действительно дала Митчу шанс. Причем сразу два. Первый – его полюбила женщина и родила ему детей. Второй – ему предложили пересадить чужое лицо. Знаменитые кадры из фильма «Без лица», снятые в конце 20-го века, казались фантастикой. Лицо федерального агента меняет на лицо преступника. Ах, Господи. Простота в нереальности. Никто не верил, что уже в начале 21-го века такое станет обыденным делом – взять и поменять лицо. До чего дошел прогресс. В 2005 году это была сенсация. Во Франции произведена первая в мире успешная операция по пересадке лица. Правда, только частичная. Изабель Денуар трансплантировали подбородок и нос. Труднее всего было выходить на улицу. Люди меня узнавали, это было непросто. Жизнь после операции превратилась в ад, рассказывает она. Прохожие пристально разглядывали, журналисты преследовали, дети дразнили. Да и последствия операции были ощутимы. От лекарств стали отказывать почки. Я все равно счастлива, иначе мне пришлось бы всю жизнь ходить в маске. В 2004 году Изабель приняла слишком много снотворного. Ее собака, пытаясь разбудить ее, изуродовала лицо. Вердикт врачей, помочь ей могла только частичная пересадка лица. Донором стала 46-летняя женщина, погибшая в автокатастрофе. Мы все делали впервые. Главная проблема, с которой мы столкнулись, этическая. Пересадить лицо умершего человека, то есть человек умер, а его внешность живет, у многих это не укладывалось в голове. В желтой прессе писали про нас. Мертвецы выходят наружу. Врачам стоило больших трудов убедить общество. Они не реанимируют мертвецов. Лицо – это такой же орган, как почки и печень. Только успех операции мог нас спасти. Если бы мы допустили ошибку, развитие трансплантологии и всей медицины замедлилось бы. После операции Изабель Динуар испытывает смешанные чувства. То ей кажется, что ее вернули к жизни, дали новый шанс, то она испытывает отвращение к своему новому облику. Сейчас два раза в месяц она ходит в больнице на процедуры. Она живет в часе езды от нее. Теперь опустите верхнюю губу. Врачи говорят, процесс реабилитации может продлиться очень долго. И всю жизнь нужно принимать лекарства. Всего в мире сделаны 24 подобные операции. 22 из них успешны. Год назад за историей Турана следила вся Турция, чуть ли не в прямом эфире. Вот хирург Омир лично доставляет в госпиталь лицо донора. Найти лицо донора – это было самое сложное. Одно дело – почка или печень, но тут лицо. Это как забрать личность умершего. Немногие родственники согласятся хоронить близкого без лица. И в отличие от другого органа, лицо должно подходить по очень многим параметрам. Не только всем известным – группа крови и совместимость. Лицо донора тщательно измеряет. Должны совпасть расстояния от уха до уха, от подбородка до лба и между глаз. И ещё важный критерий – цвет кожи тоже должен совпасть. Важно соединить каждый нерв, каждый сосуд, чтобы лицо было функциональным, чтобы оно не превратилось в неподвижную маску. Это уникальные кадры операции. Работа настолько ювелирная, что всё делается под микроскопом. Важно соединить каждый сосуд настолько ровно, чтобы не образовались закуборки, иначе будут проблемы. Хирург Оскан планировал справиться с этой задачей за 7 часов. В результате операция длилась 36 часов, но готовились к ней 7 лет. И вот он, ответственный момент. Пациент впервые видит себя в зеркало. Турану 35 лет, а пересадили ему лицо 19-летнего погибшего. По понятным причинам, мимика лица не могла передать все те эмоции, которые он испытывал в тот момент. От радости я был готов выпрыгнуть из самого себя. Впервые на меня смотрел молодой человек, а не старый уродец. И при этом это был я. В тот момент я читал молитву Аллаху. Развитие новых технологий в медицине, новые лекарственные препараты позволили делать такие операции, рассказывает нам хирург Омер. Раньше была проблема – отторжение органа. Но теперь, благодаря успехам в фармакологии, такая проблема ушла на второй план. Но не так все просто, как кажется на первый взгляд. Пришил новое лицо, и дело с концом. Нет, последствия этой операции могут быть опасны и непредсказуемы. Китай. Четвертый по значению город Сиань. Военный госпиталь. На отделении пластической хирургии находятся люди, у которых одна надежда – на успех доктора Гоушо. Общество отторгает этих несчастных. Я стараюсь делать для них все. Конечно, они не рассчитывают снова стать красивыми после операции. Они просто хотят вести нормальную жизнь. Эти кадры снимались в 2008 году. Этапы подготовки – к первой в Китае операции по пересадке лица. Сначала экспериментировали на кроликах. И вот решили испытать на человеке. Пациентом стал 30-летний Ли Го Синь – жертва нападения медведя. От встречи с животным он потерял пол лица. Его положение катастрофическое. Операция – это единственный для него шанс. Найти донора для Ли оказалось делом непростым. В Китае с этим вообще все не так просто. Европа нас критиковала за донорскую политику. Некоторые врачи брали органы у трупов, даже козненных преступникам. Такое бывало. Но сейчас правительство Китая разработало жесткие правила. Правило номер один. Донор – это человек, у которого умер мозг, но тело еще живет. Врачи при помощи аппаратуры искусственно поддерживают в нем жизнь. А дальше все зависит от решения семьи. Мы сообщаем семье, что их умерший родственник может стать донором. У них есть 24 часа на ответ. В случае, если родственники ничего не ответили, действуют правила презумпции согласия. То есть промолчал – значит согласился. Ли Го Синю пришлось ждать месяц, чтобы найти подходящего донора. В результате все прошло успешно. Операцию сделали, лицо прижилось. И спустя какое-то время Ли выписали из больницы и отправили домой. Одно условие – вся остальная жизнь на лекарствах. Провожая Ли домой, доктор Гоу рассказывает об опасностях, которые его ждут. У лекарств есть три побочных эффекта. Первое – инфекции. Ведь чтобы организм не отторгал лицо, нужно подавлять иммунную систему. Второе – нарушается обмен веществ. А это чревато сахарным диабетом. И третье – препарат повышает вероятность развития раковой опухоли. Спустя какое-то время в госпиталь поступила тревожная новость. Организм Ли стал отторгать чужое лицо. Профессор понял – пациент перестал принимать прописанные ему препараты. Он больше не мог их принимать. Спасти Ли было уже невозможно. Через месяц он умер. Эксперимент по пересадке лица в Китае закончился крахом. Ребилитация – это самый сложный процесс после операции. О своей жизни с новым лицом рассказывает Митч Хантер. Ежедневные упражнения, ежемесячные процедуры физиотерапии и каждодневный прием лекарств. Вот мой набор. Это я принимаю каждые два часа. Это два раза в день, а это один раз в день. А это утром, днем и вечером. Дорогая жизнь с чужим лицом. Если бы не медицинская страховка, таких денег не заработать, говорит Митч, только на лекарства. Четыре тысячи долларов в месяц. А еще процедуры и консультации врачей. Да, моя страховка покрывает расходы. А иначе, даже не знаю, как бы все было. Да и сама операция стоит дорого. От ста до трехсот тысяч долларов. Но государству в развитие трансплантологии вкладывают огромные деньги. За этим ведет будущее. Вот глава медицинской ассоциации в Турции отчитывается. Впереди грандиозные проекты. Мы тратим миллионы долларов на новые медицинские технологии. Анталия – это уже не только туристический центр. Это превращается в гонку медицинских достижений. И действительно, трансплантологи всего мира рапортуют об успешных, уникальных операциях. Фантастика стала реальностью. Пересаживают не только лицо, но и конечности. Вот в Германии фермеру пересадили руки чужого человека. И они не просто прижились, но и, как видно на кадрах, функционируют. Мы надеемся, что в будущем руки будут хорошо функционировать. Обе руки. Вот тоже тут идет операция. Где-то операция? Да, у нас везде идет операция. Слушайте, а у вас операция что, нон-стоп? В специальных одеждах – специальный проход. Это главный центр трансплантологии в России. Об успехах своих зарубежных коллег здесь наслышано. Профессор Сергей Гацья говорит, финансовые и технические возможности есть и у нас в стране. Но проблема в другом. Дело в том, что трансплантация – это такая область медицины, которая зависит от общества во всем. Скандал 2003 года. Дело врачей-убийц. Мол, убили человека, чтобы забрать органы. Позже суд врачей оправдал. Но осадок остался. Главное препятствие развития отечественной трансплантологии – нехватка донорских органов. Родственники против. Мой родственник, скажем, умер. Для меня это огромное горе. И больше меня ничего не волнует. И от того, что я скажу, что я против изъятия органов у моего родственника, когда человек это говорит или пишет, он не задумывается о том, что он обрекает на смерть, ну, человек пять примерно, которых он бы мог спасти своим решением. Вот профессор показывает нам пациентов. Спасенные жизни. Им повезло. Вовремя нашли донора. Кому печень, кому почки, кому сердце. Ну как жизнь-то? Светет и пахнет. Лучше немножко. Конечно, просто у них все, что было. Найти донора не внутренних органов, а внешних, то есть конечностей или лица, в России невозможно. Не то, что в Испании, говорит профессор, где трансплантология занимает лидирующие позиции в мире. И все благодаря не только развитию медицины, но и общественному мнению. Пациент, перенесший операцию по полной пересадке лица, вышел из барселонской клиники Вальде Брон. Состояние 30-летнего Оскара опасений не вызывает. Пересаженные мышцы и нервы приживаются довольно быстро. Испания стала еще одной страной, где отчитались об успешной пересадке лица. Вот хирург, сделавший эту операцию, говорит, найти донора в Испании не проблема. Работает специальная система. В каждой больнице дежурит бригада трансплантологов. Как только из реанимации поступает сигнал о клинической смерти, в дело вступают они. Тело на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Психологи разговаривают с семьей. Если они дали согласие, в единой базе находят пациента, кому подходит. Дальше общий сигнал, все начинают работать. То есть все отлажено. В Испании нет очередей на донора. Привет, Хуан, как твои дела? В маленьком испанском городе Лидо нас принимает в гостях Жан. В 19 лет он получил ожог на химическом производстве. Обгорело 90% кожи. Врачи думали, он не выживет. Тот, кто на мониторе и перед вами, это один и тот же человек. Мне сделали пересадку кожи, я превратился в монстра. Жан долгое время боялся выходить на улицу, но теперь он ездит по стране, читает лекции, объясняет всем, он выжил благодаря помощи донора. Я объясняю, каждый может оказаться в беде, и мы должны помогать друг другу. Должны дать пусть незнакомому нам человеку шанс жить. В Испании каждый седьмой завещал свои органы, чтобы помочь больным. Эту инициативу поддерживает и католическая церковь. Редкие дни большого счастья. У трехлетнего Клайтона день отца. Мич редко стоит у плиты, но в это утро он с удовольствием готовит завтрак. Клайтон появился три года назад, еще до операции. В университете я познакомился с девушкой, и она мне родила ребенка. Потом я познакомился с еще одной, и та родила от меня двойню. Отец троих. Мич рассказывает, как еще до операции, когда он был вот таким, девушки охотно знакомились с ним, потому что хотели от него ребенка. А Мич не сопротивлялся. Они называли меня супергероем, обо мне писали в газетах. Мол, кинулся, спас жизнь, пострадал. Многим девушкам это нравилось. Вечером в баре Мич с друзьями. Они все те же. Они видели его разным. Для нас он не меняется. Для нас он все тот же Мич. Ну вот Мич рассказывает им свою проблему. Теперь девушки перестали обращать на него внимание. Может, чужое лицо, чужая личность? Иногда мне кажется, да, это здорово, у меня новое лицо, но жизнь стала какой-то пустой. История бравого солдата, супергероя, но урода. И вот теперь нового человека. Чужое лицо. Но чужая ли жизнь? И как ее прожить? Вместе с Тураном мы едем в его родное село, где-то в горах Турции, далеко от туристических мест. По дороге он заметно нервничает. Мать приезжала ко мне в больницу, и то только в начале. Но вот остальные видели только по телевидению. Как встретят, я не знаю. Он путается в горных дорогах. Изменения, произошедшие за год его отсутствие, сбивают с толку. По дороге заехали на место бывшей работы. Бывший начальник удивлен. Я в шоке. Это Туран. Не могу узнать. Я сначала думал, вы меня разыгрываете. Никогда бы не подумал, что наш Туран станет таким красавцем и телезвездой. А мы продолжаем. Долгий путь домой, длиною год. И вот знакомый поворот. Вывеска, мечеть как ориентир. Торжественный случай. Собрались все родственники. Но Турана встречают как-то прохладно. И даже не по мусульманскому обычаю. Нам трудно привыкнуть. Как мы тут шутим, не можем признать в нем нашего любимого уродца. Но мы стараемся. Племянница не признает в новом Туране любимого дядю. Лишь услышав знакомые ноты в голосе, заметно успокаивается. Мать на заваленке плачет. Говорит, теперь она спокойна. Я всю жизнь не могла себе простить, что в тот злополучный день, когда ему было три года, не досмотрела. Но теперь смотрю на него и понимаю. Бог простил меня. Превратившись из 35-летнего в 19-летнего, Туран мечтает жениться, завести семью. В селе рядом с мечетью построить воскресную школу. Мне уже удалось поставить им тут тарелку и купить насос. Теперь у них есть водопровод. Но вот парадокс. Чужое лицо и жизнь на чужбине. На самом деле Туран приехал попрощаться с родными местами. Остаться здесь он не может. Таблетки, процедуры и присмотр врачей. Жить рядом с больницей. Вот его приговор. Редактор субтитров А.Семкин